Жизнь детям. В столице прошел благотворительный вечер для сбора средств в Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Кто организовал встречу и сколько денег собрали, расскажет Юлия Жешко. Благотворительный вечер в отеле Хилтон при поддержке консульства Италии. Каждый из гостей внес немалую сумму благотворительного взноса, чтобы помочь детям с сердечными болезнями. Здесь собрались больше двух сотен человек, представители бизнес-элиты. И это при том, что рассчитывали на меньшее количество гостей, говорит один из организаторов вечера. Здесь собрались и политики, и актеры, и бизнесмены, и художники. Тут все. Мы устраиваем много общественных мероприятий. Вообще, это уже третья наша благотворительная акция для поддержания детских кардио- и педиатрических центров. Вдохновитель ужина за будущее уверен, такие мероприятия способствуют развитию волонтерского движения в Украине. Кроме того, консул сообщил, что за деньги, собранные сегодня, купят новейшее оборудование для центра детской кардиологии и кардиохирургии. Я очень люблю детей, поэтому для меня большая честь и большое удовольствие иметь возможность им помочь. Это мероприятие сделано в первую очередь для людей. Мы, и не только мы, вложили огромные деньги в это мероприятие. Я от имени всего итальянского народа сделал это от всего сердца. Участие в благотворительной акции принял и волонтер Салим Караме. Перед входом в отель его машина скорой стоматологической помощи. Ежегодно он отправляет такие автомобили в зону АТО. Ни одной копейки мы не получали от людей, как деньги. Мы все это делаем, как волонтерство. Были четыре раза в АТО, еще до Нового года мы туда попадаем. Помогаем детским домам, помогаем инвалидам, помогаем людям, которым нуждается. И однозначно сейчас мы помогаем кардиоцентр в нашем секторе, как стоматологический сектор. Организаторы ужина за будущее планируют собрать минимум 750 тысяч гривен. Причем помощь детскому медцентру они оказывают уже не первый раз. Учреждение уже получило три новых аппарата. Юлия Жешко, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова